А что на тему искусства? Когда тысячу лет назад искусство занималось тем, что оно старалось ярко выразить религиозный месседж, то все было понятно. Отношения религии с искусством были очень понятны, гармоничны и беспроблемны. Потому что фраза сказать, что религиозное место и поклонение, и религиозные атрибуты, и религиозные здания, и религиозные язвные предметы должны быть красивыми, это очень просто. Искать, вот искусство, конечно, важная штука, ведь искусство делает нам красивым наше религиозное служение. И такую фразу можно найти в любой совершенно религиозной системе. И в христианстве, и в исламе, и в иудаизме. В иудаизме, может быть, это не было, скажем, на уровне зданий. В христианстве это очень сильно на уровне зданий, например, в архитектуре. В иудаизме это было относительно мало на уровне архитектуры, но было там, типа, разные религиозные предметы, типа, короны на свитке тары и какие-то более бытовые религиозные предметы. Но, опять, не входя в спор о степени красоты этих вещей разных, общая идея, что сделать красиво – это хорошо, эта идея простая. Поэтому интеграция красоты в религию проходит беспроблемно. Если красота призвана донести религиозный месседж и его украсить, чтобы человеку было приятно, то любой религиозный деятель из любой эпохи согласится с ЭАЗО. И пока искусство было готово обслуживать религию, никаких проблем не было. Если религия задает месседж, а задача искусства ярко этот месседж донести, чтобы человек, так сказать, проняло, чтобы он был эмоционально задействован в этом, чтобы это на него повлияло, чтобы он это ощутил, чтобы он переживал, то это все хорошо, все отношения прекрасны. Религия доминирует, а искусство – это служанка религии, по сути дела, в этой концепции. И так было почти до конца Средневековья. Но уже в эпоху возрождения ситуация начала меняться, и искусство поставило в себя какие-то другие задачи. Поначалу это были задачи изобразить окружающий мир. А постепенно, дальше, к нашему времени, это перешло к задаче выразить самого себя. То есть, чем занимается искусство, оно хочет выразить художника. Художник, ну в шоку смысла слова, да, не обязательно живописец, это могут быть музыканты. Художник хочет выразить себя. Он вовсе не хочет донести религиозный месседж. Если Бах в своих, так сказать, произведениях во многом стремился донести религиозный месседж, и чтобы сделать его ярким, и так проблем нет, то сегодняшний музыкант, так сказать, ничего такого не хочет сделать. Или художник, он хочет выразить свое собственное видение мира, свои собственные ощущения, свои собственные представления. То есть, выразить свой внутренний мир. Вот как религия относится к этому искусству? Такое искусство, когда художник хочет выразить самого себя. Является ли это религиозной церковью? Значит, что же делать религии с таким искусством? Ответ – религия не знает, что есть с ней делать. Не разработало. Религия не занималась такой важнейшей вещью, как это искусство поместить в картину мира, которую религия делает. А ведь задача религии – это создать ценностную картину мира. И поэтому во многом религия с таким искусством вошла в конфликт. И искусство не очень-то уважало религию, потому что религия давала ей рамки, пыталась ее ограничить. И религия не очень-то уважала такое искусство. Ну, ты же не позитивом занимаешься, а хочешь себя выразить, неважно, неизвестно, ты хороший, плохой, и, так сказать, может, ты выразишь в счет плохой, и вообще какая-то, может быть, ценная религиозная вещь в том, что ты будешь себя выражать. И это, конечно же, чудовищный недостаток религии. Это не недостаток искусства, это недостаток религии, потому что любой человек, ощущающий искусство, когда он понимает, что искусство – это очень важно, а религия не дает этому явлению место в своей, ну, новое такое искусство, в своей картине мира, то тогда это чудовищный недостаток, и религия, она обязана давать картину мира и ценностную систему. Вот. И как это исправить? Очень просто. Какое у нас первое качество Бога, о котором говорит библейский текст? Первое. Самое первое – описание Бога. Ответ. Что Библия описывает Бога не через божественные качества, а через божественные действия. То есть, первое описание – это глаголы. И поэтому первое описание Бога – это Творец. Фраза «вначале Бог сотворил небо и землю» описывает Бога как Творца. И поэтому по принципу имитата Иудеи, то есть, уподобление Всевышнему, этот принцип, кстати, есть и в христианстве, и в иудаизме, не знаю про и славу, но в христианстве и в иудаизме это есть, и очень разработано, что человек должен уподобиться Богу, поскольку человек создан по образу и подобию Бога, это начальная точка зрения. И дальше, чем больше будет уподобливаться Богу, тем более полноценным человеком он будет, тогда все описания Бога, которые есть, задают нам идеалы, к чему мы должны стремиться. И с этой точки зрения, первейшее описание – это Творец. Вначале Бог сотворил небо и землю. Поэтому хочешь быть ближе к Богу – будь Творцом. Сам процесс творчества приближает человека к Богу. Второй вопрос – он делает хорошо творчество или плохо, он делает его достойным, второй вопрос – но само по себе творческое действие – это приближение человека к Богу. Поэтому искусство – это, конечно, реализация божественного потенциала человека. Самое первейшее уподобление Богу, как Бог Творец, так и ты будь Творец. И в этом смысле, особенно современное искусство, которое всюду пытается распространить концепцию творчества абсолютно на все области. Детей учат искусству, их учат быть творческими, а не копировать. Не получать, а учат какое-то творчество. Поэтому всякое твое творчество – это и есть твое благоподобие. О, отлично! Вот тогда искусство заняло подходящее ему место в нашей религиозной системе ценностей. Вот это пример религиозной модернизации. Вообще, принцип имитата Одеи является мощнейшим, совершенно основой для различных религиозных ценностей, не записанных прямо в заповеди. Например, там, искусство, да, вот творческое. Нет такой заповеди. Нет заповеди быть творческим. Но есть идеал быть творческим. Откуда мы этот идеал берем? Из имитата Одеи. Вообще, имитата Одеи, конечно, содержит свои проблемы всегда, как любая такая вещь. Ни в коем случае нельзя ничего абсолютизировать. Есть то, что Бог там, не знаю, уничтожает Содом. Должны ли мы убивать грешников? Вот так хочется. Хочется иногда, да, да. Вот. Но мы открываем, мы открываем книгу второзакония, и там написано, мне отмщение, и я воздам. Поэтому ты не лезь сам воздавать. Здесь есть ограничения. Поэтому... Это многоэтический момент. Да. А как ты лезь? Ну, поэтому есть на это заповеди. Теперь. Заповеди и идеалы устроены по-разному. Это очень важная вещь. Сейчас я пытаюсь объяснить. Вообще, есть проблема существенная, когда религию сводят к заповедям. Это чудовищно неправильный подход. Религия обязательно содержит в себе два уровня – заповеди и идеалы. И они очень сильно, эти две, так сказать, категории, очень сильно отличаются. Заповеди, например, не могут друг другу противоречить. Если есть противоречия между заповедями, то нужно разобраться и постановить. В случае противоречия, что сильнее, и что давлее. Ну, в качестве самого простейшего примера из иудаизма, есть заповедь, например, соблюдение субботы, и есть заповедь сохранения жизни, или недопущения опасности для жизни. И, как всем хорошо известно, недопущение опасности для жизни сильнее субботы. Поэтому, если соблюдение субботы может повлечь за собой какую-то опасность для жизни, то она сразу заведомо отменяется. Ну, это как бы такой самый простой пример. Есть примеры, разумеется, гораздо более сложные, но всегда в случае конфликта с заповедей вопрос должен быть решен на формальном уровне. Потому что заповеди – это система юридическая. Как в системе законов. В системе законов не может один закон противоречить другому. А если такая ситуация есть, то принимается отдельный закон, или отдельный есть принцип, как поступать в случае противоречия между законами. Законодательная система не может содержать противоречия. Законодательная система всегда, в любой, в любой стране, и также система заповедей, ну, пока имею в иудаизме, является системой нормативной, то есть предписывающей. И поэтому противоречия быть не может. Человек должен знать, это можно, а это нельзя. Но идеал – это совсем другая штука. Идеалы не предписывают. Идеалы показывают возможности. Поэтому заповеди в некотором смысле, если так припитаться сделать аналогию, заповеди – это ограничение той площадки, на которой мы можем играть. Мы не можем выходить за пределы этой площадки. Это будет недопустимо. А идеалы – это наполнение этой площадки. Вот если мы сделаем такую аналогию, например, с палаткой. Чтобы палатка стояла, нужно с одной стороны, чтобы колышки держали дно палатки, основание. И они должны его держать жестко, а вовсе не двигаться. Но изнутри палатку должны давление распирать в разные стороны. Если будет в одну сторону, она упадет. Поэтому, чтобы палатка держалась, чтобы этот дом держался, идеалы должны быть обязательно разнонаправленные. Поэтому идеалы не только могут противоречить друг другу, идеалы обязаны противоречить друг другу. Они не могут не противоречить. Как, например, простейший пример. Например, идеал милости – это вполне себе идеал. Идеал справедливости – это вполне себе идеал. Но они очень часто друг другу противоречат. И так устроены все совершенно идеалы. Ни один идеал не является абсолютным. Все идеалы устроены на обязательном противоречии. Каждый идеал двигает систему в свою сторону. Все вместе они наполняют, как бы, эту палатку. Поэтому, если в случае конфликта заповедей решение принимается законодательно, и обычно оно принимается религиозными авторитетами, и обычно, ну, если есть разные поднаправления, то в каждом поднаправлении свои авторитеты. Но, по крайней мере, они ожидаются от конфликта заповедей, что решение будет принято объективно. То есть, для всех, или, по крайней мере, для группы – общее. То в случае конфликта идеалов никаких общих решений не существует. Каждый человек сам решает в конкретной ситуации, какие идеалы и как предпочистят. И поэтому одной из частей модернизации религии является модернизация ее системы идеалов. Ну, скажем, в заповедях тоже бывает, конечно, модернизация. Бывают новые ситуации, которые не предусмотрены раньше, и приходится решать, как эти заповеди делают в этой ситуации. Но это более-менее процесс, которым занимаются, скажем так, религиозные авторитеты. А вот принимать решения об идеалах – это решение принимает каждый сам. Поэтому оживление в религии различных религиозных идеалов – это не дело религиозных авторитетов. Это дело каждого простого человека. Потому что оживление идеалов – это не то, что их нужно только провозгласить, их нужно подвинуть в жизни. Ну, да. И вот это вот следование, если заповеди – это вещь формализованная, и если применение, ну, я не знаю, мне действительно про христианство сказать, ну, что в удаизме есть вопросы галактические, которые принимаются решения, ну, более-менее консенсусом раввинов, если такое возможность достигнуть. Ну, например, какой-то самый простейший пример, чтобы уже такой совсем примитивный, ну, например, автомобили. Ну, они появились там сколько-то, сто лет назад, автомобили, и возник вопрос, может ли автомобили там водить в субботу, например, да? И до этого, естественно, вопрос такого не было, потому что автомобилей не было. Но есть принцип запрета зажигания огня в субботу, и осмотрим, как устроен автомобиль, там, значит, ну, пока не для двигателя, так сказать, внутреннего сгорания, там сжигается огонь, и значит, что водить в субботу нельзя, допустим, да? Это решение, оно является объективным. То есть, его приняли более-менее все раввины, все согласились, и это стало законом иудаизма обязательным для тех, кто считает для себя, законодательную систему обязательным, то есть, для всех ортодоксов. Вот. Но такие решения принимают, в общем, как бы авторитеты. А вот, и оно распространяется на всех автоматически, тех, кто хочет этому следовать. А вот решение об идеалах, оно не распространяется автоматически. Его кто-то выдвигает, совсем не обязательно авторитетный или религиозный человек, но дальше его судьба, этого идеала, зависит от того, насколько люди будут этот идеал продвигать. Поэтому продвижение, не только создание идеалов, не только формализация идеалов, но продвижение в религиозной жизни идеалов, это вполне себе творческий процесс. Когда Эйч идет о новом ответе религии на технические достижения, это всегда гораздо легче, чем когда Эйч идет об ответе на социальные изменения. Социальные изменения – это вещь на порядок более сложная, чем технические изменения. Давайте разработать, ну, скажем, в аудаизме особенно, ответ на вопрос про автомобили, или там субботний лифт, или что-нибудь такое, несомненно проще, чем ответ на изменение социальной атмосферы и на изменение социума. Вот. И это всегда гораздо сложнее. Поэтому, может быть, мы должны на факультетах религиоведения учить людей не только знать или соблюдать, а учить развивать религию. Само по себе, вот сама эта идея лекций, могут даже кое-что лекции таких подготовить, что такое развитие религии, и как ты, Миша, Саша, Коля, можешь принять в этом участие. И вот это, даже сама такая лекция, само такое поднятие вопроса, оно уже изменит представление. Не только в том, сколько он примет в этом действии, а что он знает, что такая вещь есть. Это непросто, ему быть, такое вещь стоит подготовить. Понимаете, да? Человек, который прослушал пару таких лекций, и это касается всего, кстати, это касается вообще нашей картины мира. Ну вот, например, приходите вы куда-то, в любое место, в место науки, с ученым разговариваете, с деятелем искусства разговариваете, вы всегда спрашиваете, что у вас новенького. Правда? Это первейший вопрос. Я встречаюсь со своим знакомым, который ученый в какой-то области, я всегда говорю, Миша, Коля, Саша, чего у тебя нового в твоей области? Расскажи мне, мне интересно. Теперь встречаюсь я с религиозным деятелем. Я говорю, ну привет, и что у вас новенького в религии? Все поставлено. Вот, вот, вот. Вызовы новое. И это, да, и это этим религия чудовищно контестирует и не согласуется с общим мейнстримом культуры и цивилизации. Потому что мы ожидаем всегда, что новенькое – это необходимо. Без этого новенького не бывает, что новенькое – это один из пунктов адекватности. И если у тебя ничего новенького, то ты вообще не интересен. Понимаете, да? Поэтому, можно сказать, новенькое – новые вызовы. Это хорошо, но это мало. Потому что это будет, что новенькое – это мы справляемся с новым нашествием. У нас сначала было одно нашествие, там другое нашествие, вот мы отражаем нашествие. Это слабо. Понимаете, да? Можно сказать, новенькое – мы пытаемся понять, что новенькое нам Бог хочет сказать. И мы развиваем наше религиозное представление в соответствии с тем новым, что Бог нам открывает. Вот, например, я понял недавно, или мы поняли недавно, или в нашей религии, или в нашем, там, религиозном сообществе, мы недавно обсуждали вот такую новую религиозную проблему, такую новую религиозную идею, такой новый религиозный взгляд. И вот это ужасно необходимо. Без этого нельзя. Поэтому, когда вы говорите, что только авторитеты делают новое, это не так, потому что… Я хочу сказать, кто такие религиозные авторитеты? Если вы спрашиваете, ну, значит, давайте так, в таком виде, например, чтобы дать первую какую-нибудь там степень в науке, да, кто выдает дипломы про бакалавров? Их выдают профессора, грубо говоря, да, обладатели третьей степени решают, кто достоин первой степени. И, соответственно, их выдают сверху. И вторую степень выдают сверху, и даже третью степень выдают сверху. А вот четвертую степень выдают снизу уже. Понимаете? Сколько у человека его школа, сколько людей идет за ним, сколько людей признает его авторитет. Например, чтобы считаться раввином, нужно сдать определенные экзамены. И для людей раввина, и шар тебе положено, там, это звание или нет. Ты сдал экзамены или нет. Есть стадия, там, ну, более подвинутые раввины, раввин города, у них таких тоже, как бы, так сказать, степеней, ну, типа научных. Их всех выдают сверху. Но как только мы доходим до уровня, которое называется религиозный авторитет, такое есть, звание даже, ваудаизм, даже формализованным немножко, то его выдают только снизу. То есть, какой раввин называется религиозным авторитетом? Только тот, за которым много раввинов согласны принимать его решение. Нет никакого старшего, пока не ваудаизме, нет никакого старшего религиозного авторитета, это называется посек. Посек – это человек, который, как считается, это не очень формализованное звание, но оно употребляется. Это человек, которому доверяют решать совершенно принципиально новые религиозные вопросы, кто и может выдавать решения по новым темам, гласические решения, не философские, а гласические. Вот это звание посек, его никто сверху не присваивает, его присваивают снизу. Если много раввинов согласны вот этого раввина считать своим религиозным авторитетом, то он и будет тогда религиозным авторитетом. Потому что для статуса того или иного направления религиозного жизненно важно, сколько людей его поддерживает. Поэтому по всем современным вопросам всегда есть разногласия. И нету таких авторитетов, которые примут авторитетное мнение. И особенно в области философской, то есть в области идеалов. Если в вопросах законодательства еще куда бедно можно найти авторитетное мнение, в вопросах идеалов все зависит от того, сколько людей за этим направлением пойдет. Поэтому всегда в области идеалов среди продвинутых как бы религиозных деятелей есть несколько позиций. И всякий простой человек, оказывая поддержку одному или другому, продвигает эту позицию. Поэтому не надо думать, а кто я такой? Я простой человек, да что я могу, там есть авторитеты. Ничего подобного. Кого ты, простой человек, посчитаешь своим авторитетом, тот постепенно и станет авторитетом. Или его авторитет усилится. Поэтому любое продвижение религиозной концепции жизненным образом зависит от того, сколько простых людей за этой концепцией пойдут. Поэтому каждый простой человек отвечает перед ходом истории, куда он вложил вот эти свои силы. Ни в коем случае не нужно думать, что люди это винтики. Люди это не винтики, а моторчики. Каждый из нас это небольшой моторчик, который куда-то движет мир. Часто это сталкивается, это может быть мешают Деудин, но в целом вот этот некий интеграл вот этих моторчиков, он-то и движет цивилизацию человечества. Поэтому каждый из нас отвечает за то, что он поддержал в жизни. Теперь про медицину. Значит, вопрос медицины, новых медицинских вещей входит скорее в законодательную область, чем в область идеалов. Потому что с идеалами в медицине все более-менее просто. А вот с законами в медицине все очень непросто. Ну, например, рассмотрим простейший пример. Как мы все знаем, пересадка органов способна спасти людям жизнь, и это очень существенно. Также мы все прекрасно понимаем, что пересадку органов можно делать только в том случае, если человек умер, погиб, но является очевидно чудовищным преступлением взять органы живого человека, каким бы он ни был. И это признают все совершенно, это признают заказатель уровни, и очень борются там, ну, я не знаю, сколько сейчас борются с Китаем, который есть подозрение, что он просто убивает политических оппонентов, вытаскиваемых органов для пересадки, но по крайней мере, это очень серьезная проблема, все эти проблемы признают. Но с нашей религиозной точки зрения очевидно недопустимо приближить смерть, и сейчас даже при смерти нельзя его убить, и поэтому можно взять органы только тогда, когда человек умер. С другой стороны, если это вопрос затянуть, то органы станут непригодны к пересадке, и это создает чудовищную дилемму определения момента смерти как можно более точно, не затягивая ни в ту, ни в другую сторону. Нельзя определить моментом смерти, когда человек еще жив, и ни в коем случае не надо определять момент смерти сильно позже, чем он умер, потому что тогда нельзя будет делать пересадку. то есть возможность пересадки органов поставила перед медициной очень серьезную проблему определения момента смерти. Вот это приостойчивый пример. Традиционно считалось, что момент смерти это остановка сердца. однако сегодня существуют всевозможные способы преодолеть функционирование сердца, когда человек на самом деле уже умер. Ну, да, там все вентиляция, все это и туннель. Так что же в этом случае? По этому поводу в иудаизме конкретно было принято следующее решение. Первое решение. такие вопросы может решать только религиозный авторитет, имеющий статус в медицине. То есть то, что кто-то большой религиозный авторитет, он эти вопросы решать не может. Он должен быть профессиональным врачом. Желательно на уровне профессора. Если он сам не понимает в медицине, он не может основываться на том, что ему расскажут, как это в медицине. Понимаете, да? Это идет на самом деле в иудаизме еще со времен Талмуда. Скажем, в Талмуде возникают футязные вопросы, например, вопросы торговли, или вопросы сельского хозяйства, или там вопросы какие-то специфические. И принято решение еще в Талмуде, что голос тех раввинов, профессионалы в данной области превышает голос других раввинов, даже гораздо более авторитетные, если они не профессионалы в этой области. И когда возникает вопрос про сельское хозяйство, то решается не по самым главным религиозным авторитетам, а по тем религиозным авторитетам, которые реально занимались сельским хозяйством. И то же самое по медицине. Решение по поводу религиозных медицинских проблем это целая огромная вещь, могут принимать только такие религиозные авторитеты, которые специалисты в медицине. И даже есть несколько случаев, когда религиозные авторитеты специально пошли учить медицину, дошли до профессии медицины, это же практика, это вся общая жизнь, для того, чтобы иметь возможность решать эти проблемы. Ну вот в частности по этому вопросу было принято решение лет допустим 40 назад, не очень давно, но и не сегодня, но уже все-таки 100 лет прошло, но это не совсем давно, о том, что смерть мозга это смерть, даже если сердце функционирует. И это противоречит совершенно всем тому, что писано про медицину в Талмуде, предыдущие, тем не менее, религиозные авторитеты все согласились, что да, поскольку серьезные раввины, которые в этом хорошо понимают, одни также профессори медицины приняли решение, что здесь смерть мозга является главным, то это достаточно. А если вопрос это жизни и смерти, можно ли делать пересадку? И тем не менее, этот вопрос поменяли, это действительно так посчитали. И это касается практически всех медицинских вопросов. Это касается не только пересадки органов, например, всевозможного вмешательства в рождение человека, миллион всех вопросов. вот все их решать нужно на основании соединения сегодняшних научных знаний с серьезным религиозным авторитетом. Вот поэтому они все более-менее так и выдвигаются. Нельзя сказать, кстати, нельзя сказать, чтобы это шло безболезненно. Есть вопросы, которые не решены на сегодняшний день, или по крайней мере я не знаю, чтобы они были решены. Вот. Но они постепенно, когда накапливается применение, они постепенно решаются. Продолжение следует...